Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Добрый день! Наталья Викторовна, можно ли разбить цветник в сентябре? Цветник можно, конечно, разбить, но хочу вначале сказать, что сентябрь, конечно, еще благоприятный месяц для всех цветов. Они все цветут, большинство из них, по крайней мере, радуют нас, особенно однолетники, и астры цветут, и бархатцы, цинии, вербены, агератумы. В общем, еще очень немного цветов нас радует. То есть еще много работы в цветниках? Ну, с однолетниками у нас работы уже как таковой мало, потому что вот они цветут, мы уберем, и все. Вот на этом проблемы с однолетниками закончились. А вот с многолетниками придется поработать в сентябре. И почему именно в сентябре? Потому что это самый такой благоприятный месяц для выкопки многолетников, для деления кустов, для их пересадки. Хотите вы омолодить ваш куст? То ли пионы, то ли флоксы, лилейники, хосты. Но опять же, именно в это время можно разбить и новый цветник, и можно изменить, который у вас уже есть. Да, можно заложить новый цветник, новую клумбу, новые бордюры. Сейчас продажи много и различных многолетников продажи, поэтому покупают и сажают. Сентябрь хорошо, хорош для посадки, потому что сентябрь еще тепло, в земле еще достаточно влаги, тепла в земле достаточно и времени достаточно для укоренения ваших посадок. Потому что они успеют в зиму идти укорененными и не вымерзнут. А если вы сделаете посадку или перекопку, или деление своего многолетника где-то в октябре, в ноябре, ну куда это годится, там уже и холодно, и голодно цветам, и они просто вымерзнут ваши вновь посаженные или пересаженные цветы. Поэтому, если вы хотите на следующий год иметь хороший цветник, с яркими пышными цветами, то в сентябре занимайтесь этим. Конечно, кто-то хочет пересадить на другое место. Вот как я стараюсь пересадить свои пионы или раздать их, потому что у меня их очень много. Я столкнулась с проблемой, что я просто не успеваю за своими 14 кустами ухаживать. Поэтому решила оставить три, остальные у меня идут на раздачу, на выкопку, на пересадку, привожу, раздаю. Вот так же и вы. Если старый куст, можно его омолодить. Это касается и хост, и флоксов, и ирисов. В общем, очень много пионы. Пионы тоже нуждаются в нашей заботе. Так что, как видите, осенью можно сделать клумбу, новую посадить, размножить. А некоторые цветы, наоборот, тоже многолетники, их нужно осенью выкопать, да еще положить на хранение, а весной посадить. Так что работы в сентябре с многолетними цветами предостаточно. Как дело обстоит с луковичными растениями? Те, кто не высадил луковичные или хочет, допустим, купил луковичные, хочет их посадить в самое время сентября. Позже уже делать этого не следует. Есть мелколуковичные, крупнолуковичные. К мелколуковичным мы относим пролиски, подснежники, мускари, ну вот эти, которые имеют маленькие луковички. И нужно правильно сажать луковичные. Не просто пришли, решили, что вот здесь я посажу их быстренько в землю, сажать нужно в сухое время, когда земля нормально подготовленная. Потому что луковичные, когда вы его втыкаете в землю и оно упирается донцем в твердую дальше поверхность, то из этого донца корешки нежные, которые будут укоренять луковичку вашу, они просто не смогут эту землю пробить. Поэтому сажаем правильно. Решили, где у вас будет расти мелколуковичные, где у вас там рабатка будет, или альпийская горка, или клумба. Все, подготовили почву. Берите колышек, этим колышком отмерьте высоту 6 сантиметров, этим колышком сделайте нормальное углубление в почву. Вот таким образом будете знать, как у вас на одинаковом ли расстоянии будут расти. Не просто вот не глядя, посадили и все. Решили, то ли у вас будут рядочками, то ли у вас кругом, то ли каким-то завитком будут ваши луковичные расти. Вот сделали, подготовили вот эти лунки, углубления. Потом у вас стоит ведро с перегноем, ведро с песком, зола. Взяли столовую ложку перегноя, в эту лунку положили, ложку песка обычного и чайную ложку золы. Вы сделали такую хорошую заправку для ваших луковичных. Теперь сажайте вот эту свою луковицу, она ложится донцем в мягкую подготовленную почву и вы 2-3 года можете с луковичными не иметь никаких хлопот, даже их не подкармливать. Потому что каждая луночка получила хорошую заправку, они все луковицы на одной глубине находятся у вас. Вы их посадили так, как положено, то есть разместили. И таким образом мы сажаем мелколуковичные. Что касается крупнолуковичных, это гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Луковичка у них покрупнее. Поэтому колышек берете побольше и делайте углубление в почве на глубину 15 сантиметров. Вот сделали точно такие же углубления и туда засыпали уже по 2 ложки перегноя, 2 ложки песка и ложку чайную тоже насыпали туда золы. Вот так мы сажаем луковичные, мелколуковичные, крупнолуковичные. Сажаем правильно, вовремя, давая им хорошую подкормку сразу. Наталья Викторовна, розы продолжают радовать нас своим цветением. Как ухаживать за ними именно в этот период? Или просто смотрим, наслаждаемся, находимся в сторонке? Сейчас на них смотрим. Так радуют пышным цветением. Мне кажется, что они летом в жаркую погоду так не цвели, как сейчас. И мы действительно наслаждаемся. И нам хочется другой раз сделать срезку, поставить букет на высоком стебле. Делать этого ни в коем случае нельзя. В сентябре мы с вами должны понимать, что розам нужно дать время на подготовку к зиме. И если мы сейчас сделаем срезку, да обрежем на таком цветоносе, большом цветы, в вазу поставим, роза начнет давать новую поросль. Потому что ее срезали, обрезали, она будет спешить давать новые побеги. А они ей совсем не нужны. Она будет тратить свои силы, вместо того, чтобы уходить в зиму с сильным корнем, с сильной, она будет сейчас отдавать силы на новые побеги. И этого делать нельзя. Поэтому, как бы нам этого не жалко было и не хотелось этого делать, но все бутоны, цветы мы выщипываем у розы. Ни в коем случае не обрезаем. Отщипнули, она должна стоять зеленая. Берем ее под кармиум. Одну столовую ложку фосфорных удобрений, одну столовую ложку калийных. Азот не берем. Подкармливаем зиму, чтобы она укореняла свои нормальные корни, доформировала, чтобы они были такие морозостойкие. И чтобы древесина у нее вызревала, уходила в зиму сильной. Подкормили, прорыхлили, зарыхлили эти удобрения. Если у вас нет фосфорных или калийных удобрений, возьмите стакан золы на один куст розы. Заделали удобрения в почву и берите немножечко под корень розы, берите, подсыпайте землю. Не просто с корней подсыпайте ее, да, потому что корни розы нельзя галять. Принесите ведро земли и подсыпьте под куст розы высотой 10-15 см. Начинаем готовить розу к зиме. Наталья Викторовна, а как дело обстоит с пионами? Обрезаем ли мы их? Рассаживаем? Что мы делаем с ними? Ой, я очень люблю пионы. И я знаю, что некоторые, вот просто хочу предупредить, некоторые, когда пионы цвели, они сразу их обрезают полностью. То есть пусть отдыхает куст. Это в корне неправильно. Вот когда отцвели пионы, вы обрезаете только цветонос, а листья, побеги, стебли вы не обрезаете, потому что от них питаются корни. Если вы обрезали куст, значит вы очень ослабили корневую систему, и куст может просто погибнуть, он очень слабый получается. И в сентябре самое время для пересадки пионов. Можно пересаживать весной, но весна не есть лучшим временем для рассаживания пионов и посадки, потому что они хуже себя чувствуют. А вот весна, вернее осень, сентябрь месяц, самое время для этого. И если вы решили рассадить пион или поделить его куст, посадить в другое место, берете вилы, аккуратно выкапываете этот куст. У него такие хрупкие, такие сочные корни, что и очень легко лопатой повредить, обрубить в земле. Вилами отступаете от центра куста, где-то сантиметров 20-30, и вокруг хорошенько обкапываете и вытаскиваете этот куст. Но перед этим вы срезаете листву. Хочу сказать, что листья на пионах нужно обрезать в конце сентября, в начале октября, когда уже начинает такое сильное похолодание. До этого мы листу практически не трогаем. Но когда вы пересаживаете куст, естественно, вы обрезали листья, вилами подделили этот куст, вытащили его, посмотрели на корни. Нет ли каких-то больных, гнилых, поврежденных, может быть, обрезанных. Все это удалили и аккуратно куст разрезаем на деленке. В каждой деленочке должно быть не менее 5 почек. Потому что некоторые так его дробят, этот куст, что остается на корне одна почка, и этот ваш куст будет долго-долго набирать силу. Вы его посадили, вроде бы все сделали правильно, а куст будет ваш цвести где-то через 2-3 года. Поэтому 5 почек должно быть на каждой деленочке. Подготовили яму и рассаживаете так, как положено. Посадили. Яма должна быть для пионов удобренная, размером где-то 50 сантиметров. Там должен быть и перегной, и садовая почва, и песок, и зола. Посадили, не трамбуйте, не придавливайте почву. Хрупкие корни, поэтому, чтобы их не повредить. Вот так работаем с пионами. Вот так их рассаживаем. Пришла ли пора выкапывать и пересаживать гладиолусы и георгины? Да, вот в сентябре самое время для заняться вот этими цветами. Но особенно гладиолусами. Они уже, как правило, к концу сентября цветают. И вы обрезаете цветоносы. Не спешите сразу выкапывать гладиолусы. Пусть они недельки-две еще посидят в почве. Наберутся сил, сформируют полностью эту луковицу новую. А вот через 2 недели выкапываете гладиолусы свои. Если у вас сорта с разной расцветкой, и вы не хотите, допустим, чтобы они смешивались, на одну клумбу хотите посадить красные гладиолусы, на эту желтые, то тогда каждый сорт выкапываете отдельно. Выкопали. Самое лучшее это поместить, вот такой надежный старый способ поместить выкопанные вот эти луковицы гладиолусов в капроновый чулок. Ну вот лучше не придумали ничего. И в этом капроновом чулке ваши луковицы, корень, старая луковица, новая луковица, все это опускаем в воду, нам нужно промыть. Поэтому я говорю, всегда пересадку нужно сделать в сухое, теплое время. Не так, чтобы вы выкопали луковицу гладиолуса, а там земля, пока будете щищать ее, будете ее травмировать, в сухое, чтобы земля сразу осыпалась с луковицы. Поместили ее в воду, промыли, потом минут на 15 в раствор марганцово-кислого калия, чтобы убить всю инфекцию микробов и обеззаразить нашу луковицу. А потом луковицы вытаскиваете из капронового чулка и раскладываете, сушится. Они должны хорошенько обсохнуть. Где-то дней 20 понадобится для этого, ну, недельки 3. И температура должна быть 20-25 градусов. В общем, когда гладиолусы высохнут, тогда вы берете, очень легко отделяется от новой луковицы, вот это корневище, старая луковица, детки отделяются, и вы свою новую луковицу гладиолуса, которую вы будете хранить до следующего года, вы снимаете с нее все чешуйки. Тот, кто хранит с чешуйками, подвергает луковице большой опасности. Там могут быть под луковицы, несмотря на то, что в марганцовке подержали или в другом растворе это химиката, там остаются трипсы. И они за зиму высосут весь сок из луковицы, и вы потеряете гладиолусы. И вот готовые чистые луковички вы складываете в чулок капроновый, опять же, или отдельно сорт от сорта, или, допустим, положили один сорт, перевязали чулок, второй сорт, третий сорт, и хранить можно в домашних условиях, там где-то на окне, на подоконнике. Так что они прекрасно хранятся. Что касается георгин, мы их выкапываем, я имею в виду многолетние георгины, только когда уже дарят первые морозы. Вот они сразу убивают ботву георгин, тогда георгины можно выкапать. Выкопали, и тоже промыть нужно. Промыть, в марганцовке подержать, и поделить куст георгин на вот эти доли. То есть должен быть клубень с шейкой обязательно. Вот говорят, что нужно выкопал куст, и хранить его целиком. Не советуют специалисты, потому что куст, сорт, он вырождается. А вот когда вы поделите сразу же осенью на несколько частей, да, будет у вас вот это, ваше корневище с шейкой, на которой будут почки в следующем году, вот тогда куст как бы омолаживается. И если у вас нет подвала, то можно хранить георгины и дома. Но вначале, после того, как вы куст разрезали, дайте георгине недельки-две подсохнуть. Потому что когда мы ее выкапываем, у нее очень нежная кожура. А вот недельки за две, когда она там не на солнце, а где-нибудь в прохладном таком месте, в сухом, полежит, кожа ее грубеет, ну как картофель. Кожа ее огрубела, и она может долго храниться. Вот положите ее в коробки картонные, можете в какой-то холщевой мешок, и дома то же самое. Повесили ее возле трубы с холодной водой или вдоль окна там на подоконнике, и они прекрасно хранятся, георгины, до следующего года. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем удачи на вашей даче. Редактор субтитров А.Семкин